Здравствуйте, дорогие друзья! Как известно, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский поехал с официальным визитом в Вашингтон, где провел встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Президент Байден со своей супругой лично встречал президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту. Это, конечно, было потрясающе для меня. Говорит, большая честь находиться рядом с президентом Украины в этот тяжелый момент в истории украинского народа, сказал он. Ну, в смысле, Байден сказал. Да, для украинского народа уже 10 месяцев, как тяжелый период в истории их народа, и в результате боевых действий гибнут люди. Это, безусловно, является очень печальным событием и трагическим для истории украинского народа. Но, в принципе, если учитывать тот факт, что на Украине живет много русских, то, в принципе, это и для русского, и для украинского народа является очень тяжелым этапом в их истории. Безусловно, и для России это тоже нелегкие моменты, поскольку российские солдаты и офицеры выполняют приказ верховного главнокомандующего. Безусловно, обе стороны несут потери, и для обоих эти 10 месяцев непростые для их истории. Но, если у него так сильно болит душа за Украину, то почему президент Зеленский должен лететь в Вашингтон, а не президент Байден должен лететь в Киев? У вас же болит за них душа. Полетели бы в Киев, провели бы официальную встречу с президентом Зеленским на Украине, в той самой стране, где идут боевые действия, 10 месяцев будет завтра, как идут боевые действия, ну почти год. Вы же главная страна на земле, а Ваш президент Главнюк, как говорил великий Михаил Николаевич Задорнов, царство ему небесное. Мы, говорит, будем всячески поддерживать Украину, мы будем снабжать Вас дальше оружием и так далее, и так далее. Нужно охранять позиции Украины до конца, и только, сказал он. Ну, сказать, что это слова человека, который не желает мира украинскому народу, это значит ничего не сказать. То он с воздухом здоровается, то он забывает вообще, кем он является. И от его решения зависит многое. Вы можете себе представить, что судьба Украины и украинского народа в руках этого маразматика? Я не боюсь этого слова. Так и есть, он маразматик, то он с воздухом здоровается, то он вообще забывает, где он находится, забывает, кем он является. Это потрясающе, конечно, потрясающе. То он газ пускает в прямом эфире, напоминая, видимо, всем, что у Соединенных Штатов Америки тоже есть газ. Да, что нужно покупать американский жиженный газ, а не русский газ. Я не удивлюсь, если вся эта ситуация на Украине связана именно с тем, чтобы всей Европе и другим странам мира поставлялся американский газ. Нужно Россию показать в плохом свете для всех, чтобы все считали их агрессорами и не пользовались ихним газом. А американский газ, да, качество у него, конечно же, хуже и цена дороже. Но лучше покупать газ у цивилизованной страны мира, чем у такого агрессора, как Российская Федерация. Америка это страна... Кстати, Михаил Николаевич Задорнов в «Царство ему небесное» однажды в своем концерте сказал, что Америка – страна мандалаев. Глядя на ту ситуацию, которую мы видим на Украине, хотя не только на Украине, Америка – это та самая мирная, цивилизованнейшая страна, которой просто равных нет. Это та самая страна, которая сбросила на Японию атомную бомбу. Это страна, которая бомбила Вьетнам, Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию, в конце концов, и так далее. Они указывали всему миру, как им нужно жить, что нужна демократия и так далее. Естественно, у населения тех стран, которых они бомбили, они не спрашивали, хотят они вообще демократию или нет. Хотят они жить так, как нравится это Америке или нет. Они же главная страна на земле, а все остальные страны – это офисы ихние. Якобы он желает мира украинскому народу. Если вы желаете мира украинскому народу, то что же вы оружие собираетесь им поставлять? Вы пригласите в Вашингтон не только президента Украины Владимира Зеленского, но и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И вы же являетесь страной миротворцем, так сказать. Конечно же, это дебилизм – называть вас миротворцами, но тем не менее. Пригласили бы Владимира Путина, Владимира Зеленского, они бы встретились в Вашингтоне, сели бы за стол переговоров. И вы, как главная страна на земле, и как главная миротворческая страна на земле, совершили бы доброе дело. Благодаря Вашей личной инициативе стороны могли бы сесть за стол переговоров. Безусловно, да, у каждого из них свои принципы, но на кону жизни людей. Жизнь людей важнее, чем принципы. Как раз Новый год приближается. Сделали бы хороший новогодний подарок для России и для Украины. Новый год – это праздник, когда люди ожидают чуда. Даже взрослые люди, кому за 30, за 40, за 50, они ждут чего-то необычного от Нового года. У меня скоро будет 32 года, я до сих пор накануне каждого праздника, в смысле каждого Нового года, жду чего-то необычного. Хотя уже взрослые личные, скоро 32. Таких людей десятки, сотни и миллионы. Вы могли бы сделать доброе дело, но вы его не сделали. А вы будете подставлять оружие дальше Украине, будете вводить дополнительные санкции против Российской Федерации. Искренне веря в то, что это уничтожит Россию. Ребята, Россия не та страна, которую можно уничтожить. Какие санкции? Призывайте к миру обе стороны. Вы еще в 2014 году начали свои действия против Украины. Майдан – это на вашей совести. Весь этот государственный переворот на вашей совести. Поскольку вам украинский лидер Петр Порошенко продался в свое время. Не только Порошенко. Вы купили Украину. Хотя не то, чтобы купили. Нельзя это так сказать. Вы провоцируете конфликт. Вам не выгодно, чтобы Россия с Украиной помирились. Поскольку это братские народы. Украина – это территория бывшего Советского Союза. Одна из 15 республик. Да, после окончания Великой Отечественной войны, естественно, вы хотели уничтожить Советский Союз. Это у вас получилось. Да, Советского Союза больше нет. Это правда. Но бывшие ее республики есть. И все 15 республик являются преемниками Советского Союза. И, конечно же, вам будет выгодно, если они будут друг друга грызть. Уничтожат друг друга изнутри. Вот, война Россия-Украина. Вам выгодно. На постсоветском пространстве идет война. Если Беларусь смешается в этот конфликт, вам это тоже будет выгодно. Уже не две, а три республики бывшего Советского Союза будут воевать. Конфликт Азербайджана с Арменией тоже вам выгоден. Две бывшие советские республики. Еще два преемника Союза СССР. Если вдруг, не дай бог, начнутся, допустим, конфликты Грузия, там Казахстан, Кыргызстан и другие республики бывшего Советского Союза, вам это все будет выгодно. Поскольку это территория бывшего Союза СССР. Наш успех зависит от того, чтобы мы все объединились. Не объединились в одно единое государство. Это уже право выбора каждого человека, кому объединяться, кому не объединяться. Это понятное дело. Уже мы независимые республики. Но объединиться в одно единое целое, чтобы понять, что Запад является нашим врагом. Им никогда не было и не будет выгодно то, чтобы на постсоветском пространстве был конфликт. Почему Азербайджан с Арменией так долго не могут заключить, подписать, вернее, мирный договор? Что, что-то мешает это сделать Азербайджану? Нет. Что-то мешает сделать это Армянам? Нет. Есть третья сторона. Это вы, Запад. Евросоюз ходит у вас в шестерках. Я, конечно же, извиняюсь за такой лексикон. Я понимаю, многим будет необычно от меня такой уступок. Но это факт. Правильно говорил Михаил Николаевич Задорнов. Вы главная сторона на земле, а ваш президент главнюк. Вот это я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до свидания.